Двадцатый век Фокс представляет фильм студии Синемаскоп. Двадцатый век Мэл Феррер, Эрл Флинн, Эдди Алберт. В фильме производства Дэрила Занука. И восходит солнце. В фильме снимались Грегори Рейтов, Жюлиет Греко, Марсель Дальё, Генри Дэниел и другие. Автор сценария Питер Виртл по роману Эрнеста Хеменгуэ. Композитор Хьюго Фридхофер. Оператор Лео Тодор. Продюсер Дэрил Занук. Режиссер Генри Кинг. Это сегодняшний Париж. Наш рассказ о другом Париже. Париже 1922 года, вскоре после окончания Первой мировой войны. Мы представители яркого, но потерянного поколения молодых людей, которые жили так, будто скоро умрут. В доме 49 на авене Опера проходила наша работа. А жили мы через реку на левом берегу среди богемы, поэтов, художников и писателей. Композитор Хьюго Фридхофер. Спасибо. Джейк! Джейк Барнс! Привет, Джейк! Рад тебя видеть. Как жизнь? Хорошо, спасибо. Отлично выглядишь. Не помнишь меня? Харрис, военный госпиталь в Милане. Конечно, прости. Ты из эскадрона бомбардировщик. Точно. Десять операций, а колено все равно не гнется. Скоро домой? Да, еще два месяца и все. И больше меня не увидят по эту сторону океана. А ты почему все еще здесь? Я работаю. Ну да, ты же до войны был газетчиком. Решил остаться здесь? А мне тут делать нечего. Поеду домой, хоть и опоздал стать героем. Удачи тебе, Харрис. Тебе тоже. Барнс! А у тебя все в порядке? Да, конечно. Позвони, пока ты здесь. Выпьем по рюмке. Позвоню. Пока. Пока, Джейк. Привет, Джейк. Привет, Ральф. Здравствуйте, мистер Лоид. Вот телеграммы. Спасибо. Мистер Джексон спрашивал, как идет ваша статья о Лиге наций. Передать, я сдам ее к воскресенью, а после нее о Вудро Вильсоне. Да, сэр. У вас посетитель. Мистер Кон, он ждет вас. Нет, я не могу. Не могу, Фрэнсис, нет. Книга. Как я могу писать, когда ты меня так опекаешь? Как ты не поймешь, Фрэнсис. Привет, Джейк. Привет, Роберт. Я задремал, извини. Нет? Не за что. Я говорил во сне. Прости, видимо, снился кошмар. Будешь? Нет, спасибо. У меня к тебе разговор. Я всю ночь не мог уснуть. Почему? Не знаю, не сплю неделями. Покажись врачу. Мне не нужен врач. Мне нужно уехать. Все у меня не ладится, Джейк. Фрэнсис, книга. Куда ни кинь, всюду клин. Такое бывает у всех. Поэтому я хочу на время уехать. Хочешь со мной в Южную Америку, Джейк? Не очень. Почему? Не знаю, дорого. Да и вся Южная Америка здесь, в Париже. Позови Фрэнсис. Она не захочет. А если за мой счет поедешь? Нет, я люблю Париж. А в июле всегда езжу в Испанию. Туда поедешь через год. Обещаешь подумать, Джейк? Хорошо, Роберт, подумаю. Но сейчас мне надо поработать. Все, ухожу. Поужинаем сегодня. Прости, но у меня свидание. Может, попозже встретимся. Зашли бы в Бальмезет на улицу Сен-Женевьев на танцы. Там будет видно. Ты прости, что я заснул, Джейк. Не бери в голову, Роберт. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу. Спасибо. Вы очень любезны. Что будете пить? Перно. Девочкам это рано. Сами вы девочка. Гарсон. Перно. Да, мадам. Спасибо. 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 Как жизнь? Хорошо. Вы американец? Да. Если вы не против. Нет. Я не против американцев. Куда ты идёте? Не знаю. Всё бывает в этом чёртовом городе. Вы не любите Париж? Нет. Уехали бы куда-нибудь. Мне некуда. Вы не в настроении. У вас красивое платье. Да. А у вас гадкая шляпа. Всё равно ваше платье красивое. Я каждый день покупаю новое. Может, угостите меня обедом? Почему бы нет? Куда пойдём? Куда-нибудь. Всё равно. Знаете такой парамон? Нет. Парамон? Нет. Там вкусно. Это уже кое-что. Возьмём такси. Отель Парамон. Мы будем обедать здесь? Хотите тормознуть такси и поехать к Максиму? Ну, раз вы говорите, что здесь вкусно. Привет, Джейк. Джейк, ты пойдёшь на танцы, да? На танцы? Да, пошли, мы все идём. На улице Сен-Женевьев. Да, пойду. Конечно, он пойдёт. И приводи свою подругу. Хорошо. Я не хочу сидеть здесь. Я хочу там. Там лучше видно. С кем это пришёл, Джейк? Я не знаю. Кто ваши друзья? Писатели и художники. На этом берегу реки их много. Слишком. Я согласна. Ну, кое-кто из них зарабатывает. Наверное. И здесь всё дешевле, чем в Нью-Йорке. Луи. Да, месье. Что вы будете? Два перми, пожалуйста. Да, месье. Такси. Ты был прав. Здесь вкусно. Но мне не понравился кофе. Признаться, он мог быть лучше. Куда мы теперь? Тебе решать. Может, на танце в Бальмюзет? В чём дело? Я тебе не нравлюсь? Нравишься. Тогда в чём дело? Что не так? На войне я был ранен. Извини. Между прочим, как тебя зовут? Жоржет. А тебя? Джейкоб. Мне жаль, что ты был ранен. Да, неважно. Это случилось давно. Ты мне нравишься, Джейкоб. Ты приятный. Ну, зачем тебе носить эту шляпу? Точер! В Бальмюзет. Ну, что тебе ещё надо? Ты сама хотела сюда. Давай танцевать. Пожалуйста. Хорошо. Ладно. Вот этот столик. Друзья, вам шампанское. Налить? Да. Это для самых дорогих гостей. Понимаете? Роберт, я сдам шляпку. Хорошо, иди. Здесь тесно и жарко. Жарко, да. Добрый вечер, мадам, месье. Добро пожаловать в Бальмюзет. Давай сдадим. Пойдём выпьем пиво. Джейк, Джейк, мы здесь. Миссис Брэдах, мистер Брэдах, мистер Конн, это моя невеста, мадемуазель Жоржет Леблан. Правда? Вы не родняя певица, Жоржет Леблан? Такое не знаю. Вы полные тёзки. Нет. Моя фамилия Обен. Но мистер Барнс вас представил, как мадемуазель Жоржет Леблан. Он дурачился. Так это была шутка. Да, для смеха. Кто она? Я должна с ней разговаривать. Ты никому ничего не должна. Пойдём выпьем. Что ты будешь? Я угощаю. Мне пиво. Мадемуазель? Ничего. Потанцуем? Да. Почему нет? Извините. Кто она, Джейк? Я сам не знаю. Привет, Джейк. Привет, Фрэнсис. Как ты? Спасибо, хорошо. Роберт, мы сядем? Нет, я пойду поговорю с Джейком. Тогда я поеду домой. Поезжай. С утра лучше не стало? Нет, и не станет. Всё кончено, Джейк. Финиш. Как насчёт Южной Америки? Надумал что-нибудь? Да, я подумал и решил. Не хочу. Почему? Я говорил. И уехать в другую страну – это не выход. Для меня – да. Сомневаюсь. Я поеду в Испанию, буду рыбачить, посмотрю бой быков. Пиво, будьте добры. Добрый вечер, месье, мадам. Рад видеть вас. Джейк, кто это? Очень рад, что вы снова здесь. Добрый вечер. Брэд, это ты? Привет. Я не видел красивей женщины. Добрый вечер, мадам, с приездом. Добрый вечер. Кто она, Джейк? Её зовут Брэд Эшли. Я её раньше не видел. Наверное, уезжала. Брэд, 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 я рад, что вы здесь. Здравствуй, Зизи. У меня столько новостей. Идём, познакомлюсь с другом. Леди Эшли, знакомьтесь. Граф Миппи Популос. Здравствуйте. Вашей светлости нравится в Париже? Да, очень. Париж – город хороший, но в Лондоне гораздо веселее. Да, верно. Потанцуете со мной, ваша светлость? Попозже, спасибо. Здравствуй, Джейк. Здравствуй, Брэд. Не знал, что ты приехала. Да, только что. Извини, леди Брэд Эшли, мистер Роберт Конн. Здравствуйте. Он говорит, не видел женщины красивее. Приятно слышать, но, конечно, вы не всерьёз. Поверьте, всерьёз. Ну и красавцы с тобой, Брэд. Да, милые мальчики. А ты, дорогой, хорошо отдыхаешь? Очень. Потанцуем, леди Брэд? Простите, я обещала этот танец Джейку. Джейкоб, у тебя библейское имя. Не я выбирал, я взял бы получше. А следующий танец? Увидим, я не загадываю. Зизи? Да. Забери, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Ты одержала новую победу. Да, я рада. Ты их коллекционируешь. Перестань, Джейк. Здравствуйте, леди Брэд. Привет, Хэрби, привет. Только приехали? Угу. Рад вас видеть. Спасибо. Что с тобой? Только что веселилась. Да. А теперь загрустила. Дорогой, я люблю тебя. Ничего не могу поделать. Я знаю, все это зря. Уедем отсюда. Ты не против? Идем. Джейк! Джейк! Ты что, уходишь? Я хочу на воздух. Дайте хоть угостить вас. В баре толпа. Ничего, а что вы будете? Перно. А ты, Джейк? Еще одно пиво. Тебе это очень нужно. Не хочу спорить. Брат! Спасибо. Зизи? Да. Я пришел с девушкой в зеленом. В шляпе с перьями? Да. Будет меня искать, дай ей денег. Она все поймет? Думаю, да. Скажи, что это ей на такси. Да ей хватит до Марселя. Зизи, куда ушла леди Эшли? Она ушла с месье Барнсом. Кселект, пожалуйста. Спасибо, месье. Счастливо. Поехали. Такси? Вам такси? Нет. Держи. Милая, я была так несчастна. В Вене все время дожди, и Дунай рыжий, а не голубой. Я так по тебе скучала. Ничего не вышло. В разлуке с тобой хуже, чем здесь. Им не было нелегко. Я понимаю. Странно. Первая неделя прошла хорошо. Я ничего не пила. Совсем. А потом встретила моих знакомых с войны, и все началось сначала. Ничего никогда не меняется. Я знаю, что зря вернулась. Но в разлуке было невыносимо. Не будем повторять этот ад. Не будем. Мне нужно тебя видеть, пойми. Ты говорила, что я начну тебя ненавидеть. Жаль, не могу. Я выйду за Майка, Джейк, и уеду с ним. Это единственный выход. Он тебе пишет? Почти каждый день из Шотландии. Он хороший парень. А как ты, Джейк? Ничего? Могло быть хуже. Я мог погибнуть. Мы платим за то, что совершили. Только подумать, скольких я заставила страдать. За это и расплачиваюсь. Что за чушь? Можно я тебя попрошу? Конечно. Поцелуй меня еще раз, пока мы едем. Сколько? 15 франков, месье. Сдачи не надо. Спасибо, месье. Зайдем туда. Садись. Здравствуйте, господа. Пиво и парно, пожалуйста. Сейчас, месье. Тебе лучше? Немного. Кто этот Роберт Конн, Джейк? Писатель. А что? Интересуюсь твоими друзьями. Мы с ним играем в теннис. Он не похож на спортсмена. Внешность обманчива. Он чемпион Принстона по боксу. Правда? Совсем не похоже, что он боец. Он занялся боксом, чтобы выжить среди снобов. Вряд ли хоть раз сбил кого-то вне ринга. Вы хотели перно, леди Брэд? Именно так. Спасибо, что помните. Это было не так давно. Садись, Роберт. Почему ты уехал из Дансинга? По той же причине, что ты. Жарко. Все перебирается сюда. Кто это все? Граф, Зизи, Брэдеки. Девушка, с которой ты пришел, затеял их жуткий скандал. Так выражалась. Что было потом? Не знаю. Я уехал. А вот и они. Музыка великолепная. Все за мной. Зизи? Ну, поеду домой. Не уезжай. Рано. Не так уж рано. Господа, прошу. Садитесь, садитесь. Леди Брэд. Я думал, куда вы делись? Дорогой сэр, вы увели у нас даму, но я вас понимаю. Я увез ее недостаточно далеко. Совершенно верно. Дядя Брэд, я знаю, вы танцуете. Поэтому я привез музыкантов. Зизи, шампанского и музыку. Завтра мы увидимся? Разумеется. Позвони около пяти. Хорошо. Дорогой сэр, оставайтесь. Выпейте с нами вина. Спасибо мне с утра на работу. До свидания, Роберт, брат. Очень жаль. Опять уходишь? Да, я ведь работаю. Я тоже работаю. У нас разные смены. Вероятно. Счастливо? Счастливо. Пока, Питер. Пока, Джейк. До свидания. Что с тобой, Джейк? Ничего. Пошнит от этой компании. Да, понимаю. Что ты знаешь о леди Брэд Эшли, Джейк? Её фамилия Эшли, зовут её брат. Американка. Во время войны вышла за англичанина, он убит во Фландрии. Давно вы знакомы? Да, она была сестрой в моём госпитале в Италии во время войны. Она очень красива. В ней чувствуется порода. Она славная. И, похоже, очень тонкая и честная. А что, она тебя интересует? Да. Тогда вот тебе факты. Она пьяница и перекатиполя. Выйдет за Майка Кэмпбелла, чтобы состариться богатой пьяницей. Я не верю. Ну и не задавай глупые вопросы. Я не спрашивал о её личной жизни. Ты спросил, что я знаю о ней. Ты её оскорбил. Иди к чёрту. Извинись. Не будь ребёнком, Роберт. Извинись. Ладно, я не знаю никакой Брэд Эшли. Доволен? Не так. Ты меня послал. Не ходи к чёрту, иди к ним, если хочешь. Хорошо. Я пойду. Иди к чёрту. КОНЕЦ КОНЕЦ Всё хорошо. Я побуду с вами. КОНЕЦ Куда вы меня везёте? На солнышко. Врачи велели. КОНЕЦ Простите мой вопрос, но зачем вы стали медсестрой? Вы на них не похожи. Не знаю, мне показалось, что это правильно. Мой единственный близкий человек погиб. Его убили в 16-м году. Ваш муж? У всех были тяжёлые времена. Но они почти позади. Так говорят. Куда вы поедете? Не знаю. В Париж. Я там был в отпуске, мне понравилось. Увидимся там? Да. Мне незачем ехать в Англию. Может быть, лучше в Париж? Ну, мне пора. Так скоро? В госпитале вы не единственный пациент. Да. Я думал, единственный. Увидимся позже. До встречи. Доброе утро, Бернс. Доброе утро, доктор. Как поживают ваши пациенты? Как обычно болеют? Как ваша рука? Не болит. Немного неудобно. Через пару дней можно снять гипс. И начнёте её разрабатывать. Через месяц вас выпишут. На сад, в эскадрон? Боюсь, что нет. Доктор, а вам не пора перестать меня обманывать? Что вы хотите знать, Бернс? Я полностью восстановлюсь. Возможны осложнения от вашей раны. Они ожидаемы. Главное, что осколок, ранивший вас, не задел спиной мозг. И вы сможете нормально ходить и двигаться. Однако... Говорите. Вы будете импотентом. Импотентом? Простите. Вы сами хотели правды. Да. Сигарету? А мне можно курить? Конечно. Что ж, спасибо за вашу честность. Джейк! 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 Мадам, хватит шуметь. Это приличный дом. Вы меня поняли? Приличный дом. Джейк! Нет, ну так же нельзя. Не шумите. Уйдите. Вон. Безобразие. Джейк! Я говорю, прекратите. Сейчас увидим, кто прав. С меня хватит. Повторяю вам, так нельзя. Уйдите. Уйдите. Я вызову полицию. Это приличный дом. Я же сказала... Джейк! Уйдите. Это моя гостья, мадам Бланш. Пропустите её. Ну что ж, хорошо. Я пришла с тобой повидаться, Джейк. А эта женщина подняла крик. Какая глупость. Кричайте из-за пустяка. Я тебя разбудила? Сама-то как думаешь? Не знаю. Который час? Пол пятого утра. Прости. Можно я присяду? Не сердись, милый. Я не сержусь. Я просто чучело. Налей выпить. Только глоток. Не напои меня. С кем ты приехала? Кто тебя сюда привёз? Граф. Знаешь, он вполне симпатичный. Правда? Куда ты с ними ездила? Всюду. Сейчас он ждёт внизу. Какая преданность, да? Он даст мне тысячу долларов, если я поеду с ним в Берритс. Я говорю, не могу. У меня полно знакомых. А он тогда в Канн. А у меня и там полно знакомых. У меня повсюду полно знакомых. Он не расстроился. Я рад. Не надо так. Я сказала ему, что люблю тебя. Это правда. Он опять не расстроился. Сказал, что мы будем просто друзьями. Поэтому он сейчас меня ждёт. Хочет отвезти нас на завтрак. Знаешь, зачем я сюда пришла? Зачем? Я хотела себя увидеть. Правда, глупо. Ради этого будить человека. Брэд. Да? Ты что, так лечишься? Это не вылечишь. Ты же знаешь. Пришёл твой поклонник. Входите, входите. Мистер Барнс, надеюсь, вы простите наше вторжение, когда выпьете этого чудесного вина. Не извиняйтесь, граф. Конечно, Джейк не против. Не против, если вы не привели с собой оркестр. Я хотел, но они не пошли. Зизи, поставь туда. Открой бутылку. Оно ещё не охладилось. Открытым оно охладится быстрее. А теперь иди в машину. Я скоро приду. Как прикажете вашу светлость? Зизи служит у вас, граф? Неофициально. Я просто ему позволяю открадывать меня иногда. Конечно, я знаю, что у нас в Штатах не найдёшь хорошего вина. Но это вино от моего друга-издателя. У вас много полезных знакомых. Этот знакомый возделывает виноград. У него огромные виноградники. И зовут его вдова Клико? Нет. Барон. Давайте попробуем это вино. Хочу выпить за моего знакомого из Шотландии. Он хороший парень. Такое вино лучше пить без тостов. Не надо примешивать чувства к такому вину, дорогая. Потеряется вкус. Напишите книгу о винных графах. Мистер Барнс, всё, что я хочу от вина, наслаждаться. Так давайте насладимся. Пожалуйста, дорогая, пейте, но потихоньку. Вы можете опьянеть? Я? Что вы? Вы самоочарование, когда пьяны. Нет, я много болтаю. Вот пришла к Джейку и болтаю безумолку. Знаете, леди Брэд, я люблю слушать вас, потому что вы никогда не заканчиваете фраз. Это я предоставляю вам. Пусть любой заканчивает их, как хочет. Вы оба очень приятные люди. Почему бы вам не пожениться? У нас разный образ жизни. Да, и разные карьеры. Всё, граф, поехали отсюда. Ты хочешь с нами, Джейк? Нет. Ну что ж. Минутку, граф. Вы забыли шампанское? Я его не забыл, дорогой сэр. Доброй ночи. Я забыла вещи. Джейк. Я его не забыл. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Не разбей снаряд Привет, Джейк Роберт Прости меня за вчерашнее Перестань Я сам виноват Ты занят в обед? Да Еду к адвокату матери Он будет здесь пару дней У меня к тебе разговор Что-то важное, Джейк? Нет Это подождёт Знаешь Думаю, ты не прав насчёт Брэда Эшли Если бы она нашла подходящего парня Нет, я серьёзно Ну хорошо Ты уезжаешь? Да Сегодня твёрдо решил С Фрэнсис? Нет Нет Без неё Мне надоел Париж, Джейк Перемены никому не вредят Ты был открыт Значит, ты уезжаешь В Южную Америку Нет, нет, нет У тебя хорошее настроение Видимо, неспроста Но ты мне больше нравишься не весёлым Мистер Барнс Звонил мистер Джексон В субботу идёт ваша статья о Першинге Он сказал, ему очень понравилось А он её читал? Конечно Кто его знает Наберите, пожалуйста, номер леди Эшли Да, сэр Джейк! Джейк! Я здесь Опоздал, но приехал Привет, Билл С приездом в Париж Я путешествую Джейк, я знаю всех барменов от Копенгагена до Вены Джейк, они классные парни Все чудесные люди Мистер Барнс Ответила служанка леди Эшли Говорит, она уехала из города Уехала? Да, сэр Спасибо, мистер Лоид Джейк, едем! Рыбалка зовёт! Я это чувствую Не познакомишь меня со своей подругой? Как тебя звать? Звать? Имя как? Имя Марии Женевьев Битгарде Познакомлю потом Сейчас выйду, помогу Ах ты! До свидания! Спасибо! Приходите ещё! Спокойной ночи! До свидания! Прощайте! До свидания! Стоп! Это что? Это что? Что она говорит? Что это козы? Очень кстати! Козье молоко лечат похмельем Нет, 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 молоко не пастеризованное Скорее я чем-нибудь заражу козу, чем она меня Едём Да, но я пастер Что? Я пастер Что она говорит? Я пастер Есть хочет Не переживай, мы тебя накормим Накормим Я пастер Что? Я пастер Что она говорит? Замёрзла У тебя есть кофта? Кофта есть? Да Вот, вот она Так надень и согрейся Да Всё, пошли Пошли Какая красота Люблю этот город Да, но там проложат новую улицу, видишь? Идём, я покажу Вон, видишь? Да, и что? Это делают всюду, кроме Испании Да Верно Ну и туда доберутся Сначала мы туда доберёмся, старик Держи, это тебе Поработал за нас двоих Это радует Есть ещё кофе? Полно, наливай Хоть весь выбей Выпью Кофе штука полезная Там есть кофеин Кофеин Мы здесь Кофеин бодрит мужчин, а баб убивает Помнишь, твоя подружка в Париже назвала нас потерянным поколением? Да, она философ, но я больше любил её внешность А куда делась твоя парижская знакомая? Как её? Брэд! А что? Ты ведь её любил? Да Долго? Да, с перерывами надолго Извини Ничего, это уже в прошлом Ничего, что я спросил? Ничего Когда мы поедем на Фиесту? Хочу посмотреть корриду Послезавтра Если хочешь порыбачить, иди, начинай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Джейк, как ты? Хорошо, Хуанита, а ты? Отлично, спасибо Билл Гортон, Хуанита Монтойя, он тут хозяин Очень рад Я тоже, сеньор Знаешь, здесь твои друзья Мои друзья? Да, они ждут тебя в кафе Ирунья Ты займешь номер потом Ты займешь номер потом А сейчас иди к друзьям Отведи их смотреть быков Увидимся там Хорошо, Хуанита, Билл А ком это он? Какие друзья? Сам удивляюсь Это Брэд? Да А кто это с ней? Майк Кэмпбелл Это ее жених Джейк! Джейк, дорогой Здравствуй, Билл Привет, Майк Как ты? Билл, это Майк Кэмпбелл Здравствуйте, сэр Билл Гортон, очень рад Билл, откуда вы? Из Будапешта Через Париж И как там? Чудесно Как и в Праге Спроси его про Берлин Спасибо Вот в Берлине как-то не очень Хотя и лучше, чем раньше Почему? Я постоянно был пьем в стельку Тоже мне новость На, выпей Спасибо Хорошо порыбачили, Джейк? Да Отлично Брэд Надо было и нам поехать с ними Поехали бы на рыбалку Не успели бы на фиесту Роберт, а ты откуда? Из Сан-Себастьяна Приехал вчера вместе с Брэд и Майком Меня зовут Роберт Конн Билл Гортон Очень рад И я? Я не был на рыбалке с войны А раньше ездил Ты служил в армии? Да Я служил Такое было времечко Хорошо бы вернуть эти золотые деньки Не будь идиотом, Майк Кстати, он был отличным солдатом Расскажи, как твоя лошадь понесла на Пикадилли Не буду я это рассказывать, это меня позорит Расскажи о своих медалях Это еще хуже Брэд любит истории, которые меня позорят Мало того, что я банкрот Банкрот? Как это вас угораздило? Всяко Постепенно и вдруг Вам не кажется, что это скучная тема? Да, кажется Может быть, пойдем посмотрим быков? Отличная мысль Пошли, Джейк Я догоню Только расплачусь Не надо, я сам Правда, странно для банкрота Раньше я платил чеками Пошли За беседу Платки за беседу Зачем ты приехала? Посмотреть корриду, я никогда ее не видела Ты знала, что я буду здесь? Конечно, Роберт сказал Где ты его подцепила? Я с ним приехала в Сан-Себастьян Поздравляю Почему ты это сказал? А что мне еще сказать? Я подумала, ему будет хорошо и мне тоже Тебе бы утешать обездоленных Милый, не злись Все равно ничего не вышло С моей стороны Потом приехал Майкл Мы с Майклом поженимся Когда он поправит свои финансы Хочешь попросить у меня краткосрочный кредит? Это не смешно Да неужели? Между прочим, а как Майкл терпит Роберта? Они прекрасно поладили Ты замечательно устроилась Милый, прошу, не надо так Брось, мне все равно Мы идем смотреть этих свирепых быков или нет? Конечно, мы только тебя ждали Билл? КОНЕЦ КОНЕЦ Сядем там Да, идите Сеньор, можно? Спасибо Сеньор Спасибо Это и есть быки? Потише, нет Это валы Валы? Да, чтобы быки не придрались друг с другом А разве быки валов не бодают? Бывает Порой догоняют и убивают И валы не могут дать сдачи? Нет Они слишком дружелюбные Должно быть здорово Быть валом Красивое животное Смотри, как он бьет рогами То левым, то правым Как боксер Сколько здесь быков? В первом бою шесть и один запасной Следи за этим Он утихнет, увидев остальных Спички есть? Спасибо Смотри, какой бык Чудо Торо 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 Не нравится мне это. Смотри, как он целит левым рогом. Нет, быть валом – это не жизнь. Да неужели? А я думал, тебе нравится быть валом, Роберт. А о чём ты, Майк? Потому что они вечно мямлят и путаются под ногами. Я думал, что это тебе нравится. Что же ты, молчишь? Заткнись, Майк. Куан, ты не видишь, когда тебе не рады? Я, например, вижу. Да ты пьян. Я не пьян. Я совсем не пьян. Пошли, смотреть нечего. Да. Роберт, пошли. Это было приятно. Правда? Майк, прошу тебя, не груби. Дорогая, я не грублю. Просто меня тошнит от его присутствия. Вот и всё. Знаешь, Джейк, не то, чтобы я ревновал, нет. Мне невыносимо, что он влюблён в Брэд. Но он мог бы вести себя как мужчина, да? Он и пытается. Да ну. Я что-то не проникся. Джейк, знаешь, как он зовёт Брэд? Сердцея, искусительница, которая делает из мужчины свинью. Я прочитал это в его письме к ней. Слушай, Майкл, мне плевать, что он там написал, но давай не будем портить фиесту. Майк, милый, прошу тебя, постарайся не скандалить. Постараюсь, дорогая. Обещать не могу, но постараюсь. Предлагаю вашей светлости закурить. Пошли, Майк. Я светлость. Буэнос-Диас. Буэнос-Диас. Который час? Ровно 6.30. Встали рано, как дикари. Почему они не могут начинать позже? Тебе вообще не надо было спать. Мы не спали. Джейк, что такое энсьерро, знаешь? Когда быков выгоняют из загона на ринг, местные юноши имеют шанс показать свою смелость. Какой красивый обычай. Майк, Майк, куда пошли Майк и Билл? Может быть смотреть, как быков гонят по улицам. Пойдем, сядем возле финиша, там лучше всего. Запускай ракету. Светло. Светло! КОНЕЦ Осторожно, друг. Большое спасибо. Я говорю, дай мне! Смотрите! 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оле! Поздравляю, старик! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я свяжусь! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А что теперь? Теперь выпустят корову. Дадут шанс непрофессионалам. Какой шанс? Увидишь. КОНЕЦ Слушаю, Билл. Да. Думаешь, она сможет отсюда выбраться? Что-то не похоже. Смотри, Билл. Да, и Майк рядом. КОНЕЦ КОНЕЦ Что это? Мой именной чек. Его трижды не принимали. Думаю, впечатлит ли он это животное? Попробуй. Сейчас. Что это у него в руках? Похоже, чек. Оле! Майк, осторожнее. Майк, берегись. Ты цел? КОНЕЦ Ты цел? КОНЕЦ Кто тебя просил лезть? Да мы и сами справимся, друг. Вечно ты влезаешь. За меня не волнуйся. Он мог тебя ранить. Ты за меня не бойся. Никогда за меня не бойся. Я потерял чек, дьявол. Куда он пошёл? Кажется, что ты потерял. Может быть, свой чек? Смотри. Это он. Нашёл. Похоже, нашёл. Они убежали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джейк, вот твои билеты. Спасибо. Хочешь перед боем увидеться с Петро Ромеро? А я ему не помешаю? Нет, не помешаешь. Идём со мной. Билл, пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто это Ромеро, Джек? Матадор, он выступает сегодня. Говорят, очень хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открой. Прошу. Привет. Привет. Педро. Хочу тебя познакомить с моими друзьями. Синьор Барнс. Синьор. Синьор Горто. Синьор. Очень рад. Педро Ромеро. Пойдёте сегодня на вой быков? Ты говоришь по-английски? Нет. Зато я говорю. Вы о чём-то хотите спросить моего брата Педро? Нет, мы хотим пожелать ему удачи. Ясно. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Да. Удачи. Грациас. Удачи, Матадор. Пока. До встречи. Увидимся. Где Роберт и Майк? В кафе Рунья. Он настоящий Тарарара, а? Сразу видно. Да, он красивый парень. Важно, чтобы Тарарара был таким. Если у него есть мастерство, смелость. Но выглядит он плохо, представление не получится. Значит, мы с Майком не годимся? Большинство не годятся. Увидимся после боя. Хорошо. Вот билеты. Два у барьера Биллу и мне, остальные повыше. Отлично. Как ты? Немного нервничаю, а так нормально. А ты, Роберт? Боюсь, как бы ни было скучно. Думаешь? Разве тебе может быть скучно? Не смотри на окровавленных лошадей. Отворачивайся. Не волнуйся, Брэд. Я буду рядом. Меня лишь волнует, что Роберт заскучает. Увидимся. Пошли, Билл. Да. Пошли, Брэд. 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 КОНЕЦ Бычки, 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 где же вы? Майк, сиди. КОНЕЦ 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 Ага! КОНЕЦ 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 Поехали! 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 КОНЕЦ Похоже, что КОНУ скучно? Нет! Как и Брэд! Вот они. Джейк! Знаешь, этот парень Ромеро, или как его там, просто великолепен. Да, он отличный боец. А где Брэд? Пошла переодеваться. Ты не скучал, Роберт? Нет, не скучал. Прости меня за это. Вот она. Красавица. Сказочная красота, как всегда. Сколько народу! Может, пойдем туда, где потише? Да, это можно. Пойдемте в ресторан. Да. Ты успокоилась? Почти. Бой быков очень тяжелое зрелище. Зал открыт. Наши Брэд сильно интересуются Тороадорами. Полностью согласен. Джейк, больше не рассказывай ей о них. Расскажи, как они бьют своих матерей. Да, и как они напиваются. Ужасно. Пьют целый день. Да, по ночам бьют матерей. Да, особенно он. Простите, я сейчас. Официант, две бутылки Маркес Деррискаль. Хочу сказать, я восхищен твоим выступлением. Джейк, познакомься со своими друзьями. Идемте, выпейте с нами. С удовольствием. Простите. Синьор Мэра, Лиди Эшли, мистер Кон, мистер Кэмпбелл, Билла Гортона, вы знаете. Синьор. Садитесь. Спасибо. Знаете, после того, как я видел вас на арене, мне стыдно, что я писатель. Этот господин писатель. Этот тоже. А другой синьор кто? Скажи ему, что быки сегодня были вялые. Что он сказал? Давай, Джейк, скажи ему, быки были вялые. Он пьян. Брачо. Скажи, что Брэд опять хочет видеть его в лосинах. Успокойся, Майк. Я предлагаю выпить за Педро Ромеро. Грациас. Педро. Извините, мне пора. Адьос. Адьос. Синьора. Он очарователен. Воспитан, чего никак не ожидаешь. Я хотел сказать свое мнение о быках. А Джейк меня перебивал. Никто тебя не перебивал. А Джейк, да. Я хочу выяснить отношения. Ты хочешь обо мне высказаться? Или, как обычно, высокомерно промолчишь? Перестань, Майк. Конечно. Я не то, что вы литераторы. Я совсем не умный. Но я понимаю, когда я лишний. Так что вали-ка ты отсюда со своей кислой розой. Разве я не прав, Джейк? Да-да. Пойдемте в кафе Ируния. Нет. Выясним, прав ли я. Знаешь, я, между прочим, люблю эту женщину. Пожалуйста, не начинай, Майк. Молчи, дорогой. Я знаю, что говорю. Джейк понимает. А ты проваливай. Уходи. Я не уйду. Тогда придется тебя заставить. Брось. Пошли. Что это? Фейерверк. Идем, Майк, выйдем. Огоньки посмотрим. Фейерверк? Он на улице. Хорошо. Там и посмотришь. Фейерверк. Фейерверк. КОНЕЦ Яркие шарики, огоньки черта у фейерверка, они всегда гаснут, как мы. Если он будет философством, Джейк, уйдем отсюда. Майк, ее светлость хочет выпить. Ты меня понимаешь. Ну, идите, я догоню. Увидимся. Волшебное зрелище, да? Пошли под крышу. Два бренди, пожалуйста. Джейк, да чего же мне все надоело? Роберт, Майк, вся компания. Майку тяжело, что Роберт рядом. Я знаю, но зачем он ведет себя так? В такой ситуации все ведут себя плохо. Ты бы не стал. Не знаю. Возможно, я был бы не умнее Майка и Роберта. Неправда. Правда. Думаешь, во всем виновата я, Джейк? Скажем, я не считаю, что ты тут совсем ни при чем. Как ни странно, я думала, у нас с Майком что-то получится. Все можно было предвидеть. Но я была рада, когда он приехал в Сан-Себастьян. Трезвым? Да. Но дело не в пьянстве. Не в том, что он пьет. А что с Коном? Ты думала, и с ним что-то получится? Не злорадствуй, Джейк. Мне сегодня и без того плохо. Закажи мне кофе. Здесь кофе не подают. Дождь перестала. Идем. Две песеты. Спасибо. Нет, туда. Он там стоит. Да. Ему нестрепимо быть далеко от тебя. Мне его жаль. А я его ненавижу. Ненавижу его муки. Он ими тешится. Он ими тешится. Два кофе, пожалуйста. Да, сеньор. Я передумала. Я хочу бренди. Официант. Сеньор. Не надо кофе. Два бренди. С удовольствием. Сюда, ребята. Сюда. Садитесь. Запатеро. Ила. Туда. Там Ромеро. Минутку. Спасибо. Не за что. Только недолго. Он идёт к нам. Буэнос ночес. Буэнос ночес. Сеньора. Присоединяйтесь к нам. На минутку, да. Выпейте с нами? Нет, я здесь не один. Завтра у вас бой. Да, но без Алгабенье. Он был сегодня ранен в Мадриде. Нет. Тяжело? Нет, в руку. Не тяжело. Можно? Вы гадаете по руке? Иногда. Вы не против? Нет, я буду рад. Скажите, что я буду жить вечно и стану миллионером. На моей руке видны быки? Да, тысячи. Хорошо. По тысяче за каждого. А ещё что? Очень хорошая рука. Он будет жить долго. Скажите это мне, а не вашему другу. Я сказала, вы будете жить долго. Я знаю, я никогда не умру. Нет, не надо. Быки мои друзья. Вы всегда убиваете друзей? Всегда. Чтобы они не убили меня. Вы хорошо знаете английский. Да, иногда я говорю хорошо. Но не хочу, чтобы об этом знали. Очень плохо, когда Торрера говорит по-английски. Да, почему? Торрера не должна быть такими. А какими они должны быть? Как парни за тем столиком. Нет, я должен забыть английский. Не надо пока его забывать. Нет? Нет. Хорошо. Простите, мне надо найти Билла и Майка. Нет-нет, сидите, я поищу наших друзей. Я бы выпила ещё бренди. Официант, два бренди, пожалуйста. Закончите предсказывать мою судьбу? Конечно. Но для этого нужно время. Раз вы сказали, что я буду жить вечно, время есть. Конечно. Только не верьте всему, что я вам говорю. Я буду жить вечно. КОНЕЦ Зачем ты это сделал? Это хорошее вино, друг. В моей рюмке была муха. С тех пор, как я здесь, мухи во всех рюмках. Что с тобой? Не знаю, просто я не в духе. Брось, выпей, перно. Мы здесь для этого. Нет, бесполезно. Слушай, Билл, я не хочу тебя огорчать, но я уеду. Что? Куда ты поедешь? В Париж, на рыбалку, не знаю, куда-нибудь. Куда тебе торопиться? Нет, меня хватит. Слушай, возьми деньги, заплати за меня в отеле. Останется, потом рассчитаемся. Джейк, я тебя понимаю. Ты меня понимаешь? Нет. С какой стати? Брось, Джейк, остынь. Не надо советов. Ты... Не учи меня, как себя чувствовать, я и сам знаю. Только не знаю, как жить с другими. Джейк, стой! Джейк, успокойся! Джейк, поговорим утром. Джейк, Билл! Вот вы где, а я вас искал. Идите к нам. Дамы, садитесь. Малышка. Сюда, дорогая. Знаете, что меня вытолкали из трёх кафе, пока я вас искал? Только эти сеньориты меня спасли. Тебе повезло. Им тоже повезло. Они не говорят по-английски, но всё понимают, мои дорогие. Официант! 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 Гарсон! Бой! Никого нет. Знаете что? Сервис в этом городе ночи, от ночи всё хуже. Может, дело во мне? Спасибо. Действительно, дело во мне. На меня никто не обращает внимания. Может, все узнали, что ты банкрот? Это вполне возможно. Официант! Где Брэд? Не знаю. Она была с тобой. Видимо, пошла спать. Сядь, Роберт, я не знаю, где она. Не лги, знаешь. Я не лгу. Заткнись, кон. Наверное, она с тем Тореро. Может, они уже поженились. Она с ним? Отстань, Роберт. Она была с тобой, ты знаешь. Отвечай. Ты просто дрянь. Уйдите немедленно. Немедленно. Пошли вон. Уйдите. Уходите. Джейк. Джейк. Дружище, ты цел? Да. Осторожно. Да где же полиция? Пожалуйста, сеньора, уйдите. Я вас очень прошу уйти. Ты, чокнутый американец. Уйди. Прошу прощения, я не американец. Как ты, друг? Вижу, ты был в нокауте. А где ты был? А я на ногах. Он майку вырубил? Видимо, он боксер. Да, боксер. А кто меня бил? Субтитры сделал DimaTorzok. Роберт, уйди. Прошу, уйдите. Роберт, перестань. Хватит. Роберт, хватит. Прекрати. Что ты творишь? С ума сошел. Уйди. Уйди. Роберт. Роберт. Роберт, все, хватит. Прекрати. Роберт. Роберт. Послушай. Послушай меня, пожалуйста, Роберт. Послушай. Ты должен уехать. Ты не понимаешь, что творишь. Роберт. Роберт. Брэд. Что я наделал? Пожалуйста, уезжай, Роберт. Прошу. Я люблю тебя, Брэд. Пожалуйста, уезжай. Петро. 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 А вот и Джейк, боксерская груша. Очень смешно. Как самочувствие? Такое же, как у них. Пошли искать Майка. Господа, доброе утро. А я думал, что с вами стало. Как ты, Майк? Отлично, старик, отлично. Даже сам не ожидал. Садитесь, вам туфли почистят. Нет, спасибо. Мне почистили семь раз. А мои чистые. Эти парни все равно найдут грязь. Пожалуйста, сеньору. Нет, нет. Тогда, может, Джейку? А то он сидит и скучает. Мне ничего не надо. Джейк, тебе кажется, что не надо. А твоим туфлям надо. Вот. Идет ее светлость. Привет, Брэд. Хорошо, что я вас нашла. Еще пиво. Да, сеньор. И креветок. Гамбас. Роберт уже уехал? Не знаю. Его с вечера никто не видел. Как Ромеро? Ничего. Из номера не выходит. Сильно избит. Да, но все же хочет выступать. Брэд подцепила Тореро. У нее был этот зануда, но с ним ничего не вышло. И теперь у нее Тореро в голубых лосинах. А как же я? Я сижу здесь, и мне чистят туфли. Майк, успокойся, не заводись. Скажите, леди Брэд, как там ваш мальчик? Хорошо. Смотри его сегодня на арене. Давай пройдемся, Джейк. Поговорим. Да, идите. Расскажи ему о своем Тореро. Иди к черту со своим Тореро. Вы что, скандалите? Идите в другое место. Ничего, ничего. Здесь нельзя скандалить. Уйдите. Мы заплатим. Пойдем. Пойдем. Не беспокойтесь, я за все заплачу. Я не понимаю, пусть он заплатит. Тихо, тихо. Сюда, сеньор. Что происходит? Этот господин разбил столик, стул и бутылки поел и не заплатил. Спокойно, не лезь. Пусть он заплатит. Скажите ему. Сейчас заплатит, сейчас. Пусть он заплатит немедленно. Надо было ему врезать. Майк, с кем не бывает? Этот полисмен обидел меня, я ему задам. Нет, не надо. Пойду назад. Я забыл бинокль. У тебя ко мне какая-то просьба? Нет, просто пройдемся. В гостиницу не хочу, он еще спит. Хорошо бы этот ветер утих. Ветер для него опасен. Я знаю. Он говорит, быки будут сильные. Да, хорошие. Подожди меня минутку. ГОЛОС ЗАСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я за него совсем не боюсь. Я надеюсь, он будет на высоте. Только бы ветра не было. К вечеру ветер стихнет. Я надеюсь. Ты молилась об этом? Нет, я молилась за него. Поддержи майка, хорошо? Да. О чём ты думаешь? Хорошо, что я могу помочь раненому тобой. Музыка 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 Да он боится. Молодой, ещё неопытный. Не слушай никого. Смотри. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...